Всем привет! С вами Евгений Карташов и в сегодняшнем уроке мы поговорим про удаление пыли с предметной фотографии. Как известно, пыль это главный враг предметного фотографа. Вот на таком размере это может быть не очень заметно, но если мы увеличим изображение, нажмем Ctrl 1 и увеличим до 100%. Вот смотрите, на снимаемом объекте есть вот такие пылинки. Вот они. Вот здесь тоже их достаточно много. При съемке они незаметны, но затем, когда скидываешь фотографии на компьютер, они вылезают во всей красе. Здесь есть пылинки разных размеров, такие вот маленькие, побольше размытые, которые уже выходят из глубины резкости и в результате превращаются вот в такие кружочки. В этом уроке я покажу два способа удаления данных дефектов. Первый это использование встроенных инструментов Photoshop, а второй подразумевает использование плагина. Итак, давайте приступим. Первый способ, как это все удаляется в Photoshop. Я использую следующий метод. Дублирую слой. Иду в меню, фильтр, шум, пыль и царапины. Здесь порог ставлю на 0 и подбираю такой радиус, чтобы вот эти вот все дефектики мелкие, пылинки размылись. То есть, чтобы полностью пропали. Ну вот здесь достаточно радиуса 6 пикселей. Как видите, на самом объекте эти пылинки у меня пропали. Ну и естественно, на фоне они вот так просто не уберутся. Но и не надо стараться сразу за один прием все это убрать. Потому что для фона нужно подбирать другие параметры. Передвигаем ползунок порог. Пока у нас не начнет восстанавливаться фактура самого объекта. Но при этом перестанут быть заметны вот эти вот пылинки. Вот. Двигаем. Бывает довольно существенно нужно подвинуть. Смотрим. Ну вот сейчас результат приемлемый. Да, вот мы сейчас восстановили фактически фактуру предмета. И пылинки у нас пропали. Нажимаем ОК. Прячем слой в черную маску. То есть зажимаем АЛЬТ и кликаем по значку маски. И теперь берем кисточку. Кисточку белую. И закрашиваем те области, где нам необходимо от этих пылинок избавиться. Но я не буду весь предмет ретушировать. Думаю, что вам все понятно. Это занимает немало времени, скажем так. Теперь как убрать более крупные вот такие пылинки. Ну давайте сейчас я вот так промажу, чтобы мелкие ушли. Но как видите, они тоже не совсем у нас здесь пропадают. Здесь нужно уже подбирать другие параметры. Или использовать даже другой фильтр. Делаю копию сведенных слоев. Ctrl-Alt-Shift-E. Иду в меню Filter-Dругое-Minimum. И здесь подбираю нужные параметры. Вот смотрите, например, вот так. Смотрим, чтобы эти у нас пылинки ушли. Естественно, придется тоже использовать маску. Нажимаю ОК, Alt и клик по значку маски. Но должен предупредить, что вот такой способ, он работает именно с черным фоном. То есть, когда мы на черном фоне снимаем. Проходимся также кисточкой. Ну вот, как видите, сейчас уже пылинки у нас пропадают. То есть, более крупные мы также уничтожаем. Самые крупные, наверное, нам придется удалять уже с помощью других инструментов. То есть, это инструменты, например, удаления или точечная восстанавливающая кисть. Ну смотрите, уже стало лучше. Но такой способ, конечно, он занимает достаточно много времени. Как сделать быстрее и проще? Для этого можно использовать специализированные плагины Retouch4Me. Давайте посмотрим, как они в данном случае сработают. Делаем копию слоя. Ctrl J. Идем в меню Filter. Retouch4Me. Retouch4Me. Dust. Этот плагин убирает пыль. Здесь можно использовать три варианта. То есть, это крупные дефекты, крупная пыль, средних размеров пыль и мелкая пыль. Я начинаю с мелкой. И, естественно, для мелкой детализации плагину требуется более глубокий анализ изображения. И он работает, как видите, весьма неспешно. Но все равно вы сейчас увидите, что даже в этом случае обработка с помощью плагина будет гораздо быстрее, чем удаление пыли с помощью фильтров Photoshop вручную. Нажимаем Apply. Плагин применяется. Давайте посмотрим, что мы получили на предмете. Вот смотрите. С мелкими пылинками плагин справился очень хорошо. Единственное, что вот здесь, на болтиках, он несколько пригасил блики. Но это легко исправить с помощью маски. Вроде нигде он больше не накосячил. Выбираю черную кисточку. И по маске здесь отмазываю. Давайте еще раз посмотрим. Ну вот, как видите, с пылинками он хорошо справился. Пока что этот плагин не справляется вот с такими волосками. Но я думаю, в будущем разработчики в нейросетевую модель это все добавят. Теперь для фона мы будем использовать другие настройки плагина. Попробуем во всяком случае. Ну вот здесь вот, смотрите, более крупные дефекты плагин не убрал. Но это точечно и вполне можно их убрать обычной восстанавливающей кистью или инструментом удаления. Давайте теперь попробуем убрать вот такие пылинки с фона. Делаем копию всех сведенных слоев. Ctrl-Alt-Shift-E. Идем в меню фильтр. Retouch for me. Retouch for me dust. И выбираем крупная грязь. В этом случае плагин сработает быстрее. Нажимаем Apply. Вот, как видите, уже вполне неплохо. Можно повторить. Вот, как видите, с более крупными дефектами плагин не справляется. Поэтому мы будем использовать здесь другой инструментарий. Давайте я сейчас создам маску. Быстренько это все белой кисточкой замажу. Но и эти дефекты можно убрать с помощью другого плагина Retouch for me. Делаем копию всех сведенных слоев. Ctrl-Alt-Shift-E. Идем в меню фильтр. Retouch for me. Retouch for me clean backdrop. Этот плагин отлично чистит фоны. Как бумажные, так и вот такие для предметной съемки. То есть в данном случае я снимал на черной плитке. Давайте мы увеличим масштаб изображения, чтобы подобрать параметры для фильтра. Вот тут уже он неплохо справился. Давайте возьмем крупная грязь. Посмотрим. На мой взгляд результат очень хороший. Нажимаем Apply. Можно еще применить фильтр, чтобы убрать вот такие пятнышки. Но вообще я предпочитаю убрать их вручную. Ну и вот смотрите. С помощью данного плагина мы даже без маски убрали на фоне всю вот такую грязь. Экономия времени очевидна. Ну и остатки вот этих пятнышек мы можем убрать инструментом удаления, который тоже с этим хорошо справляется. Ну и там, где у нас не справился плагин, мы тоже можем этим инструментом воспользоваться. И волосок. Ну и вот если теперь посмотреть. Как видите, справились мы с пылью гораздо быстрее. В том числе и на фоне. А если все эти действия записать в экшен, то есть данные плагины поддерживают экшены, то можно действовать еще быстрее. Рекомендую всем предметным фотографам попробовать демо-версию данного плагина. Можно скачать ее по ссылке в описании под видео на сайте разработчика плагинов Retouch4Me и сделать соответствующие выводы. На мой взгляд, плагин работает достаточно неплохо и экономит время. Причем плагины постоянно развиваются, нейросетевая модель обновляется и они работают все лучше и лучше. На этом все. С вами был Евгений Карташов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok